Павлов Феликс Васильевич, сомнолог, психолог, реанкарнолог. Тема доклада «Осознанное управление сновидениями». Что там, как говорится, мы накопали, что на исследовании получилось. Первое, конечно, мое увлечение было действительно, что происходит во сне, когда мы осознаем, то есть выходим осознанно. Что мы можем делать, какие исследования проводить. Ну, конечно, много там не накопаешь, то есть не наисследуешь, потому что самостоятельно начинаешь там исследовать безо всякой поддержки, безо всякой, так сказать, то получается довольно мало, немного информации, но, по крайней мере, можно было что-то выяснить. Выяснить. И вот, если начинать, вот как бы я с конца начну, если, значит, говорить о структуре человека, о структуре человека, мы знаем, что, вернее, приняли всеми уровнями эту структуру. И вот, если мы знаем, как говорится, почти все знаем о физическом мире, да, о физическом теле, то меньше всего мы знаем о его энергетических составляющих, да. И вот этим я, как говорится, постарался исследовать вот эти вот, значит, моменты тонкоматериальных, как говорится, составляющих. И вот, что выяснил и наравне со мной тоже и выяснили другие люди, вернее, другие исследователи, то, что происходит во время сна, скажем, или во время измененного состояния сознания. Мы сейчас, как говорится, про сон уже, как говорится, не распространяемся и не говорим, а именно измененное состояние сознания. То есть, когда мы переключаем свое сознание с обыденного состояния восприятия окружающего пространства, то есть это наш, если, как по-технически, значит, объяснять, вернее, выражаться, то это мы говорим, что это уровень, вернее, частотный диапазон где-то 12 и выше герц. Если мы входим в измененное состояние сознания, то наш мозг начинает работать, снижать частоту работы его мозга. То есть он уходит в самом хорошем, так сказать, как говорится, оптимальном варианте. И мы переходим на 4-герцовый уровень восприятия окружающего пространства. И я уже на прошлом выступлении говорил, что если мы воспринимаем окружающее пространство в обыденном состоянии, как бы молекулярно-клеточном состоянии, то есть мы воспринимаем эту реальность, то, понижая уровень работы нашего мозга до частоты с 3,5 и 7 герц, мы уже начинаем воспринимать реальность совершенно другую. То есть мы как бы переходим на волновой уровень восприятия окружающего пространства. И вот тут у нас, конечно, появляются действительно возможности исследовать того пространства, куда мы попадаем, вот именно при этом, этой работе, частоте работы нашего мозга. И действительно, когда начинаем исследовать, то мы пришли к определенным, так сказать, выводам и, как говорится, да, результатам. То есть когда я расскажу о тех моментах, что происходит, когда человек засыпает. Засыпает человек, ну, скажем, физическое тело, когда засыпает, да, начинает засыпать, входить как бы в просоночное состояние, то его, как говорится, начинает выходить, как бы начинает сформироваться, сформироваться. Его энергичная составляющая, называемая афирным, афирным телом. Афирное тело, мы его подразделяем как бы на три отдельные составляющие. Первая составляющая афирного тела или энергическое тело. значит, мы его определяем так, как это, как бы клей, то есть соединяет клеточки, не дает им распасться, как говорится, распасться, вот. То есть создает физическое тело, то есть его сдерживает. Вторая энергетическая составляющая, это, ну, скажем, составляющая, которая поддерживает, создает и, скажем, или восстанавливает, это составляющая, которая, значит, следит за меридианами, там, чакрами, вот, и так далее, вот. И третья составляющая, это та составляющая, которая может выходить, как бы, выходить из тела, из физического тела, расширяясь, при засыпании физического тела, вот. При засыпании физического тела, значит, энергетическая составляющая афирного тела, она, как бы, сформирует свое тело со своим, как говорится, отдельным, совершенно осознанным разумом, да. То есть у нас получается, получается, что, как бы, возникает два, две копии, не две копии, а два тела. Да, энергетическое тело, да, афирное тело и физическое тело. Физическое тело, например, физический разум, мы говорим, что иногда, да, вот из этой реки выражается, что когда человек засыпает, то тело может покидать, вернее, то душа может выходить из тела и, ну, путешествовать по другим измерениям, по другим пространствам. Ну, в общем, это действительно так, практически так. Но, вообще-то, душа сама по себе и, значит, ее составляющие, она не выходит из тела, потому что это физическое тело является, как бы, трафаретом, как бы, именно матрицей. Значит, это первоначальная душа, матрицей этой души, то есть души нашей составляющей, да. Вот, поэтому эта душа, так она остается, остается в этом теле. Но во время выделения эфирного тела появляется копия, то есть копия, значит, именно со своими энергическими составляющими и со своим, действительно, отдельным разумом. То есть уже у нас появляется, как бы, создается, возникает два тела, как физическое тело, то есть со своим разумом, так и эфирное тело, также со своим отдельным осознающим разумом, да. И вот в это время уже, когда тело, эфирное тело сформировалось, оно может, ну, проявлять, значит, первичные, значит, да, первичные моменты ясновидения. То есть каким образом? То есть при даже том моменте, когда человек спит и закрытый простынёй, или накрыт одеялом, человек может видеть, видеть окружающее пространство с помощью вот именно своего эфирного тела, сформировавшегося полностью и осознающего. Поэтому мы говорим, что, если говорят, что если душа, как говорится, человек начинает, вернее, если душа выходит из тела, то вместо неё может кто-то вселиться. Конечно, это не так. Конечно, не так, потому что душа наша никогда не выходит из самого, так сказать, самой матрицы своего трафарета. Выходят его, выходят как бы его копии. Поэтому эфирное тело, оно само по себе тоже не может выходить, полностью покидать физическое тело. Почему? Потому что оно и является энергетическим питанием и для физического тела, и будет являться в дальнейшем, является и питанием для последующих, значит, тонких структур, которые будут в дальнейшем выделяться. И вот когда уже эфирное тело тоже сформировалось и начинает, может быть, так, в момент, начинает подзасыпать, да, начинается формирование более тонкого тела. Мы его называем телом реального времени. Телом реального времени. Что такое? Это практически, скажем, план, астральный план, но только совершенно особый, обособленный. То есть совершенно самостоятельный. Что именно представляет собой, значит, план реального времени? Это то, что, значит, полностью в нем отражаются все предметы и все окружающее пространство, но только, ну, как через зеркало, да, и полностью отражает реально то, что находится именно в нашем физическом мире. И вот когда эфирное тело начинает подзасыпать, так сказать, то оно начинает формировать тело реального времени. То есть начинает переливать часть своей энергии вот именно в это тело. И вот уже это тело реального времени, оно, тело реального времени, оно уже может, может выделяться. То есть являясь самостоятельной, скажем так, самостоятельной сущностью, вот, оно может уже полностью выходить, вернее, отделяться из эфирного и физического тела и, скажем, перемещаться на любые расстояния. Вот здесь вот уже, когда, как говорится, в плане реального времени уже тело реального времени более свободное. То есть на него не действует физический закон материального мира. А что это говорит? Это говорит о том, что возможности в теле реального времени, конечно, возникают. Возникают значительно больше. И тут уже, конечно, проявляются все экстрасенсационные способности. То есть и левитации, и, как говорится, телепортации и так далее. То есть здесь мы можем уже в теле реального времени... Ну, я почему-то рассказываю, и почему-то я, как говорится, об этом говорю, потому что не я только один, значит, производил исследование, вот именно находясь в этом теле и путешествия в нем. Ну и, конечно, есть подтверждение, многие, как говорится, товарищи, которые действительно тоже, значит, выходили и занимались исследованием именно в этом теле реального времени. Ну, и вдобавок еще, как говорится, я вел занятия и веду занятия. Как это достичь, и как это можно достичь, чтобы выйти именно осознанно, вот именно в план реального времени, и там проводить какие-то исследования. Это примерно как бы снизу. А сверху мы, как говорится, в основном... Вот я на этом, конечно, это исследование практически, ну, не закончил, но еще исследую, но в основном переключился на исследование, 5 минут, да? Исследование духовного мира, да? Исследование духовного мира. То есть, что такое... Ну, я немножко скажу, что мы имеем в виду под духовной иерархией. Это мы взяли ее за 12 уровней, так сказать, вариант, да. Первое – это у нас, как говорится, сам творец. Второе – сотворцы. Третье – сотворцы. Вот. Четвертое – это матрица. И пятое – это уже мы говорим о групповой душе. И шестое, вернее, шестое – это, значит, та душа, как бы говорится, наше высшее Я. Высшее Я, которое способно исследовать уже более нижние планы. То есть, это шестой, пятый, четвертый и третий. Третий план – это на котором мы сейчас, наше сознание полностью закреплено. Каким образом мы действительно добились того, что можем с помощью, значит, измененного состояния сознания выходить в более высокие планы. То есть, скажем, на четвертый или на пятый. И там исследовать. Вот пятый план у нас, мы считаем. Мы считаем, что пятый план у нас является – это тот план, куда мы выходим после того, как мы закончили свой жизненный путь. То есть, когда теряем свои костюмчики или сбрасываем свои костюмчики и выходим именно в тонкий план. Конечно, это, конечно, так сказать, наш пункт. Это именно наш дом – это пятое измерение. Пятое измерение, в котором мы действительно живем. Постоянно, вернее, находится это наш дом. Мы там живем, значит, работаем, увлекаемся и так далее. То есть, мы именно исследуем. Вот моя задача, и я увожу с помощью, значит, определенных методик или обучаю, это очень просто, вывожу в пятое измерение, и там человек, начиная с помощью этого человека или этого путешественника, да, отправляя путешественника, начинает исследовать тот мир. Я только задаю вопросы, вот, включая магнитопон, и человек уже исследует то пространство, значит, ландшафт, флору, фауну, вот, те, значит, объекты, храмы, дворцы, которые там находятся, вот, и назначение их, население, как говорится, и так далее. То есть, мы исследуем подробно, подробно то, что находится, находится в нашем доме, то, что находится на пятом измерении. Вот, эта тема очень большая и обширная, и у нас уже есть большие наработки. Между прочим, этим занимаются уже тысячи, десятки тысяч людей. Вот, есть институты, есть клубы, как говорится, регрессологов. И, вот, например, я могу сказать, сейчас, вот, в настоящее время, каждый день туда, делай, вернее, как говорится, отправляются путешествовать сотни и даже тысячи людей за один день только. Вот, если вы сейчас откроете интернет и посмотрите, посмотрите, да, наберете, значит, исследование духовного мира, можете регрессию, можете реинкармонику, вы увидите, что, да, увидите, что огромное число людей увлекается этим и выносят оттуда, конечно, очень большие, огромные информационные, так сказать, пласты. Это и целительство, это исследование, как говорится, вот сейчас вот план у нас, это исследование гиперболеи, это исследование, значит, антлотиды, это исследование, значит, прошлых, значит, этих цивилизаций. Вот, и исследование других временных периодов, и даже исследование других планет. Поэтому мы говорим, что можем даже перемещаться, типа, можем мы заглядывать в будущее, да, мы можем. То есть у нас имеется вот в виде физического, вернее, тонких энергетических тел является машина, является машиной времени, и мы можем перемещаться в любые пространства, которые нам необходимы. Прошлое было, оно и всегда есть, оно прошлое есть, настоящее есть и будущее есть. Оно все, как говорится, и мы туда способны. Я вас дополню. Нет, Барченко надавал 5-е измерение, биополин, 4-е измерение.